Ребят, всем привет! Продолжая серия обзоров на косметику по из-за из моего бьюти бокса, которую я выиграла как приз недели на битве блогеров, как вы уже знаете, я решила немножко изменить формат. Я подумала, что декоративную косметику лучше показывать на себе, поэтому я записалась на курс онлайн макияжа к визажисту. Буду смотреть уроки, выполнять различные виды макияжа при помощи декоративной косметики по из-за. Я уже провела небольшую подготовительную работу, воспользовалась вот этим волшебным трио от Пэйзэ. Это мицеллярный лосьон, гиалуроновая сыворотка и гидробаза. Вот это просто мои три любимчика за последние дни. Неважно, собираетесь ли вы делать макияж при помощи декоративной косметики или просто решили поухаживать за собой, эти три средства в комплексе работают просто вот так. Потом на губы наношу праймер от Пэйзэ из серии Нано Ревит, о котором я вам уже рассказывала. Он увлажняет кожу губ и подготавливает ее к нанесению помады либо блеска. Также я воспользовалась сияющей базой под макияж от Пэйзэ. Я вообще люблю нематовые, такие живые сияющие финиши. Вот поэтому я решила базу для макияжа взять сияющую. Кстати, я забыла сказать, макияж я буду делать легкий, повседневный, так называемый макияж нуд. Вот когда спрашивают, а где макияж, а где? А ты такая, вот, и просто с утра такая красивая стала. Это вообще один из моих любимых макияжей. Обычно он занимает от силы 10-15 минут. Что еще я сделала, чтобы выровнять тон кожи. Кожа у меня не проблемная, в принципе, после пилинга очень хорошая. Состояние не сухая, нет никаких высыпаний, не покраснений, ничего. Я люблю легкие тонирующие средства. Я взяла Пэйзэ Лонг Кавер Флюид в третьем, в самом довольно универсальном тоне. Капнула туда капельку масла органова своего. Мне, в принципе, нравится так. Тональные средства смешивать с маслами, они так более легкие, становятся более жиденькие и хорошо наносятся. Удобно. Далее, если есть какие-то точечные высыпания, покраснения, круги под глазами, можно воспользоваться консилером. Например, у меня вот такой консилер, корректор от Пэйзэ, тоже подсвечивающий в третьем тоне. И оформить брови, в принципе. У меня брови, периодически я хожу на покраску и ламинирование, поэтому я просто гелем для укладки бровей их немножко причесываю. Какой марки у меня гель для бровей даже не скажу, потому что название стерлось. Никаких таких особых предпочтений в этом плане у меня нет, поэтому можно воспользоваться любым средством для оформления бровей, которое вам нравится. Закрепить нанесенный тон и консилер я собираюсь пудрой Пэйзэ. Это сияющая пудра. Я уже говорила, что я не очень люблю матовые финиши, люблю естественную сияющую кожу, поэтому мне нравится эта пудра. Она светящаяся, сейчас я вам ее покажу поближе. Вот так она выглядит, не знаю, видно вам или нет. Такой спонжик есть для нанесения, дает очень красивое мерцающее сияние. Попробую сделать сводчик, покажу на руке. Вот, да, видно как она сияет. В принципе, можно использовать ее в качестве хайлайтера, можно для закрепления тона и консилера легким слоем нанести полностью на все лицо, что я собираюсь сделать. Наносить пудру я буду при помощи вот такой вот пушистой кисточки. Вот, сразу видно свеженье, очень красиво. А теперь, внимание, просто звезда моего бьюти-бокса от PZ, палетка теней, называется она All About You, очень красивая. Сейчас я вам ее покажу поближе. Вот, вы только посмотрите, какие тут цвета, красота. Для повседневного макияжа самые-самые ходовые цвета, плюс ее можно использовать для оформления бровей. Также тут есть средства, которые подойдут в качестве контуринга и в качестве хайлайтера. Тут тени двух финишей, матового и шиммерного, сейчас я делаю свотчи на руке и вам покажу, а, собственно, потом уже перейду к макияжу глаз. Итак, я сделала свотчи верхнего и нижнего ряда теней из палетки на руке, сейчас попробую вам показать. Ну, вот, примерно вот так вот видно, да, что некоторые оттенки сияющие и оформлю макияж глаз. Собственно, что делаем мы с контурингом? Смотрите, вот эти два матовых цвета, серенький и более рыженький, мне кажется, отлично подходят в качестве скульптора. А вот эти шиммерные розовенькие оттенки отлично можно использовать как румяна. Контуринг, значит, я немного подчеркиваю линию подскуловую. Определить это очень просто, можно делать вот так. И подставить пальчик, где у нас пальминка, сюда нам, собственно, и надо нанести контур. Также можно смешать более холодный серый и более теплый коричневый оттенки и немножко пройтись по боковым спинкам носа, чтобы сделать нос визуально более маленьким примем. И еще для завершения оформления лица я бы нанесла немножко хайлайтера. В качестве хайлайтера я использую, пожалуй, вот эти два сияющих цвета в палетке. Для хайлайтера у меня вот такая пушистая кисточка от Real Technique. Кстати, марки P.E.Z. тоже представлены свои кисти для декоративного макияжа. У меня, к сожалению, пока их нет, поэтому я пользуюсь теми кисточками, которые у меня уже ранее были. В принципе, уже лицо выглядит свежим, отдохнувшим, не загоревшим. Собственно, уже на этом с макияжем мы бы могли остановиться, ну, допустим, нанесли бы блеск для губ. И чуть-чуть подкрасили бы лесницы. Я бы еще чуть-чуть нарисовала стрелочку и прокрасила межресничное пространство. Для этого у меня есть вот такой черный карандашик от P.E.Z. гелевый. И вот такая от P.E.Z. тоже для лесниц. Кстати, контуринг можно было выполнить вот этой палеточкой. Я совершенно забыла, что у меня в боксе есть еще вот такая палетка для контуринга. П.E.Z. сейчас я вам открою и покажу поближе. Вот. Тут есть тоже пудра-хайлайтер для высветления. И темный-холодный оттенок для контуринга. Но, в принципе, цвета в палетке практически дублирующие. Тестирую я сегодня в основном эту палеточку, поэтому я воспользовала сей результат. Мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже. Кстати, чем воспользоваться для губ это макияжа, я еще не решила, пока думаю. Есть у меня вот такой блеск от P.E.Z. Beautiful Lip Gloss с 3D эффектом. Очень красивый. Есть карандаш для губ. Lip Pencil оттенок 15. Но он довольно яркий. Вот такой. Потом под него уже я выбирала стойкую матовую помаду. Оттенок у нас Monika тоже 25. Очень красивая, кстати, и вкусно пахнет. И также есть у меня помада-карандаш матовая для губ под в таком красивом, водовом, розовом оттенке 65. Пока я еще думаю, чем я воспользуюсь. Поскольку макияж у нас дневной и не интенсивный, макияж глаз я решила пойти стандартным путем. Я выбрала вот этот матовый светлый оттенок, как он называется, наношу на плоскую кисточку и прокрашиваю все подвижное веко и родбровное пространство, чтобы высветить их, сравнять цвет и подготовить для дальнейшего нанесения тени. Я беру вот такую пушистую тушевочную кисточку и буду, пожалуй, смешивать вот эти вот три матовых оттеночка. Она нравится мне. Кстати, очень хорошая прессовка теней. Достаточно неплохая пигментация тени. Нравится мне, как переносится на кожу и тушуется. Прокрашиваем орбитальную линию. То есть это вот складочка между подвижным и неподвижным веком. Создаем тень. Как бы, когда у нас открытый бландик, естественная тень, где вот она должна проходить, где орбитальная косточка, ее прокрашиваем и оттягиваем к виску. Также немножко я подтушевываю нижнюю линию роста ресниц, чтобы соединить рисунок теней и также вот подтушевываю к виску. В принципе, мне нравится, как получается, довольно красиво. Что мне хочется делать дальше? Дальше мне хочется вот этим с ровно-коричневым с матовым оттенком под названием шоколад немножко углубить складку и затемнить внешний уголок. Набираю цвет на вот такую пушистую маленькую кисть-бочонок и чуть-чуть прохожусь по нижнему роста ресниц и чуть-чуть затемняю внешний угол глазу, как бы такую лежащую на боку галочку, как буква Б. Рисую и также чуть-чуть прохожусь по складке, буквально чуть-чуть. Хорошо, что тени не сыпятся, кстати. Нравится мне их прессовка и вообще не осыпаются под глаза. Обычно я сначала оформляю глаза, потом вытираю все, что осыпается. Вот, в общем, назад темнили мой внешний уголок и потом тушевочной кисточкой, которую прокрашивали орбиталь теми же цветами переходными. Все это дело хорошенько тушу. Вообще, в любом макияже хорошая тушевка один из признаков успеха. Не должно быть каких-то четких границ, все должно быть очень-очень-очень хорошо. Раз тушевано, переходы должны быть плавные и незаметные. Эти тени отлично все между собой смешиваются, отлично перетушевываются. Вот, посмотрите, что у нас получилось. Думаю, очень красиво и при этом макияж не перегруженный выглядит довольно натурально. И что хочется мне сделать еще для натушения макияжа глаз. Мой любимый трюк, это при помощи хайлайтера поставить блик вот сюда, на внутренний угол глаза и под пик брови. Для этого я вот на такую кисточку смешиваю вот эти три сияющие цвета. Хочется мне попробовать это делать. Вот, я их между собой смешиваю и аккуратненько наношу на внутренние уголки глаза. И под бровь, под самую арку брови, вот сюда наношу на создание блика. Он сразу взгляд открывается, такой свежий открытый, становится очень мне этот трюк макияж глаз нравится. Ну вот, собственно, я еще немного подкрасила нижние ресницы, верхние у меня нарощены. Правда, уже приличное время не пришло, я немножко их тушу и тоже подкрашиваю. Вот, практически наш макияж готов. Осталось решить, чем оформить губы. Забыла я вам рассказать про средства для очищения кистей. У меня есть вот такие замечательные салфеточки от Прэйзе. Также в Прэйзе есть и жидкость для очищения кистей для макияжа. Определилась я со средствами для губ. Я решила, что это у нас будет все-таки матовый карандаш в нюдовом оттенке нашем 65-м. И поверх него мы немножко нанесем еще 3D-блеск. Все-таки это у нас дневной макияж. Губы я хочу тоже оставить в нюдовом. Решение, чтобы макияж выглядел легким, естественным и не перегруженным. Вот, смотрите, как красиво у нас получается. Как он блестит и переливается. Это блеск с 3D-эффектом. По-моему, очень получилось красиво. А прямо аж мне захотелось собраться куда-нибудь пойти. А то жалко. Такая красивая. Умойся и лягу спать.